Привет всем зрителям канала Inside Taekwondo, Taekwondo изнутри. Видео про олимпийскую квалификацию, про то, как выстроена система отбора на олимпийские игры. Очень много вопросов получали в Телеграме. Кстати, если не подписаны, подпишитесь обязательно на наш Телеграм-канал. Очень много вопросов получали по поводу того, как же спортсмены отбираются на главный старт четырехлетия. Сейчас с вами мы разберемся. Сделал вот такую вот таблицу. Довольно обширно выглядит, но все просто понятно. И после этого видео, надеюсь, все вопросы закроются. Итак, олимпийские игры в Париже. Прежде всего отметим, что 16 спортсменов, в скобочках я здесь добавил 17, в каждой весовой категории. Раньше было четко 16 человек на сетку, составленную, плей-офф, начиная с раунда 1-8 финала. Но в Токио была такая практика, что 17 спортсмен добавлялся. Сейчас мы разберемся, почему. И с 16 номером посева они дрались за право зайти в эту 1-8 финала, попасть в основную сетку соревнований. 5 мест с олимпийского рейтинга, 1 место с рейтинга Гранд Слэма. Еще 9 лицензий континентальные отборочные турниры дают. Итого у нас 15 спортсменов набирается таким образом. 16-й это страна, принимающая Олимпийские игры. В данном случае это Франция, так как в Париже Олимпийские игры. Но только 4 веса. Два мужских, два женских. Имеет право страна без отбора выставить. И также есть еще квота от Международного Олимпийского комитета или Всемирной Федерации Тэквондо, точно не знаю. Она дается на команду беженцев или какие-то уайлдкарт, которые для развивающихся стран. Я точных критериев вам не назову, но, в общем, 17-й человек бывает, получается, в весе, который выбрала страна-хозяйка. И еще вот, допустим, из команды беженцев кто-то в этом весе. Поэтому может так получиться, что у кого-то 5 боев на Олимпийских играх. Хотя раньше всегда было, начиная с 1-8, у всех по 4 боя, все в равных условиях. Но начиная с 2021 года, с Олимпийских игр в Токио, немного совсем поменялась эта система. Дальше что? Ограничения. Максимум 1 спортсмен от страны или Национального Олимпийского комитета в одной весовой категории. Двух корейцев, двух, допустим, иранцев не может быть в весе. Эти ограничения, я думаю, ну, понятно, с чем связаны, чтобы все были, опять же, в равных условиях. На континентальный отборочный турнир страна или Национальный Олимпийский комитет может выставить только 4 спортсменов. 2 мужчины, 2 женщины. Чтобы не получилось так, что с одной стороны, допустим, на европейском отборе все 8 весов занимают лицензии. Это тоже связано с таким выравниванием конкуренции, чтобы все имели приблизительно равные шансы. Итак, первая возможность отобраться на Олимпийские игры это через Олимпийский рейтинг Всемирной Федерации Тхэквондо. Его вы можете, как и всю информацию, касающуюся нашего вида спорта, посмотреть на официальном сайте Всемирной Федерации. Вот мы видим на данный момент последний обновленный, это декабрьский по состоянию на 1 декабря 23 года, весовая 58. вот мы видим топовые спортсмены с первого и так далее. Пошли. Вот по состоянию на 1 декабря пятерка вот этих спортсменов подбирается на Олимпийские игры, но дедлайн 1 января здесь еще не учтен в финал Гран-при. Поэтому, возможно, здесь какие-то перестановки и были. Итак, возвращаемся к нашей таблице. Через Олимпийский рейтинг Всемирной Федерации. Какие турниры туда входят? Турниры, включенные в официальный календарь Всемирной Федерации, ВТ, которым присвоена категория от G1 до G20. G1 это самые простые турниры, скажем так. G20 это Олимпийские игры. Когда проводятся эти турниры? На протяжении всего Олимпийского цикла и даже раньше. Например, баллы с предыдущих Олимпийских игр тоже идут в зачет рейтинга. То есть рейтинг постоянно, ну такая как живая субстанция, то есть он постоянно обновляется, кто-то вырывается вперед, другие догоняют, и вот так вот вся эта система выстроена. И благодаря ей действительно лучше проходят на высокие места, потому что нужно выступать стабильно. Это ключевое. Дедлайн для этого рейтинга, то есть для отбора по рейтингу Всемирной Федерации, 1 января Олимпийского года, то есть 24 в нашем случае, закрывается рейтинг, и после него, ну на момент точнее, вот этого дедлайна определяются лицензии на Олимпийские игры. Сколько баллов? G1 это 10 баллов у нас, G12 чемпионат мира, к примеру, это 120 баллов. Категория турнира умножаем на 10 баллов, за первое место получаем количество баллов. G12, соответственно, вот 120 баллов за первое место на чемпионате мира. Каждое следующее место получает 60% от баллов вышестоящего, то есть второе место на чемпионате мира, получается 120 умножить на 60%, 72 балла. Третье место в таком случае, берутся баллы второго места, это вот 72, умножается на 60%, получается 43,2 балла, получается спортсмен, занявший третье место на чемпионате мира. В эти турниры также входят гран-при. Не путать, на гран-при нельзя завоевать лицензию на Олимпийские игры. Какой-то комментарий я прочитал, что победитель гран-при автоматически попадает на Олимпийские игры. Это корни неверно. Гран-при за Олимпийский цикл проводится очень много, и они лишь дают баллы. У этих турниров категория G6 достаточно много баллов дает. Два выигранных гран-при приравниваются к одному выигранному чемпионату мира, можно сказать. Важный момент. Баллы имеют срок годности. Когда с момента зачисления баллов проходит один год, они сокращаются на 25% от их изначального количества. Соответственно, по истечении 4 лет баллы полностью сгорают. То есть, допустим, я на турнире 4-летней давности набрал какое-то количество баллов, сегодня исполнилось 4 года этому турниру, значит, баллы обнулились полностью. Кому достается лицензия? Пять лучших спортсменов на момент дедлайна в каждой Олимпийской весовой зарабатывают лицензию для своей страны. Важное замечание. Страна или национальный комитет, Олимпийский комитет могут сделать замену, но только в том случае, если спортсмен, на которого меняют, сам находится в топ-20 Олимпийского рейтинга Семеной Федерации. То есть, в случае травмы или каких-то непредвиденных обстоятельств, можно сделать замену. И такой еще важный момент. Были случаи, когда в топ-5 было два спортсмена из одной страны. Естественно, дается одна квота на эту страну. И, соответственно, уже нужно выбирать. Не так, что два этих человека будут выступать. Но это вот, опять же, возвращаясь к вот этому ограничению. Максимум один спортсмен от страны весовой категории. Здесь, думаю, все понятно. Еще раз повторюсь, на сайте Всемирной Федерации рейтинг можно отслеживать. Он постоянно обновляется. Раз в месяц выходит новый. В начале месяца. Так, едем дальше. Итого у нас 5 мест в каждой весовой категории уже есть. Все, они забронированы. Дальше. Рейтинг турниров серии Grand Slam. Это отдельно от олимпийского рейтинга. Он ничего общего не имеет с рейтингом ВТ. Этот рейтинг турниров серии Grand Slam сделан для того, чтобы выявлять, кто на турнирах именно этой серии был лучшим на протяжении турниров. Какие турниры сюда входят? Турниры под эгидой вышеуказанной организации. То есть, есть организация Grand Slam. Она параллельно с World Taekwondo. То есть, они как бы вместе организовывают эти турниры. Но вот под вывеской Grand Slam проводятся турниры отдельные. И две категории турниров есть. Это Grand Slam Champions Series. Финалы Grand Slam. Скажем так. И квалификации к этим финалам. Когда проводятся эти турниры? Каждый год на протяжении всего олимпийского цикла раз в год проводится вот такая вот серия турниров. Обычно в декабре. То есть, в конце года проводится серия турниров. Как вот совсем недавно было. Прошел отбор. Сразу же практически финал. Друг за другом были турниры. И там спортсмены боролись за квалификацию на Олимпийские игры. Дедлайн это последний турнир Grand Slam в Олимпийском цикле. То есть, в нашем случае это декабрь 23-го года, когда турнир провели. После последнего турнира в Олимпийском цикле под эгидой Grand Slam посчитали, кто же был лучше на протяжении всех турниров и выявили достойного Олимпийской лицензии. Сколько баллов набирается? Как вообще идет подсчет? Первое место Grand Slam Champions Series получает 1000 баллов. В то время как первое место квалификационного турнира получает лишь 120 баллов. То есть, я выиграл квалификацию, допустим, отобрался на финал. На квалификации 120 баллов. На финале тоже получилось успешно выиграть. 1000 баллов я там набрал. Итого за серию турниров 1120 баллов максимум можно набрать. Вторые, третьи и последующие места получают 60% от вышестоящего места. По аналогии с Олимпийским рейтингом. То есть, второе место финала, допустим, получит 600 баллов. Здесь, думаю, тоже все понятно. Это такая математика простая, довольно-таки. И баллы также сгорают по 25% в год. По аналогии с Олимпийским рейтингом. Допустим, сейчас вот была в декабре серия турниров Grand Slam. А с предыдущей серии баллы сгорели ровно на 25%. Кому достается лицензия? Один лучший спортсмен в каждом Олимпийском весе зарабатывает лицензию для своей страны или Национального Олимпийского комитета. То есть, лучший на турнирах Grand Slam едет на Олимпийские игры. Для того, чтобы выявить лучшего, тоже рейтинговая система. Может так получиться, что с одной стороны, допустим, через Grand Slam отобрался спортсмен, и через рейтинг Всемирной Федерации Тхаквандо, тогда, естественно, квота для страны всего лишь одна. И идет следующий спортсмен уже по рейтингу Grand Slam, кто вторым был. Он зарабатывает для своей страны лицензию. Тут, я думаю, тоже все, в принципе, понятно. Итого у нас 6 спортсменов в весе уже мы определили. Баллы Grand Slam'овского рейтинга можно смотреть также на сайте Всемирной Федерации во вкладке WT Grand Slam. В документах, если поковыряться, то можно найти. Вот заходим, допустим, на финал 23-го года. Вот мы видим Merit Points, вот эти вот положения на 1 мая 23-го года. Там уже урезаны на 25% баллы. То есть, можно было посмотреть, кто на какой позиции идет перед финалом, который проходил в декабре. Вся информация, в принципе, на сайте World Taekwondo есть. Итого 6 человек уже прошли сито отбора. Кому не посчастливилось отобраться, могут поступать на континентальных отборочных турнирах. Какие это турниры? Это турниры под эгидой World Taekwondo проводятся по одному на каждом континенте и только для стран с этого континента. То есть, из европейской страны не может на азиатском выступить. Тоже на всякий случай уточняю, потому что, мало ли, будут вопросы. Когда проводятся? После закрытия олимпийского рейтинга Всемирной Федерации, как правило, это вот уже олимпийский год, весна, в начале олимпийского года проводят. За полгода или даже чуть меньше до олимпийских игр можно отобраться на континентальном отборочном. Кто может участвовать? Спортсмены из страны, которые они представляют, не могут заявить в эту уже весовую категорию, если прошли отбор через рейтинг или грандслэм. То есть, взяли лицензию через рейтинг, все, про эту весовую забыли, значит, нельзя добраться, ну, опять же, на всякий случай уточняю. Страна может заявить максимум одного спортсмена весовой категории ограничения две мужских и две женских весовых категории для заявки на континентальный отбор. То есть, всего у нас четыре мужских и четыре женских весовых категории, но заявить можно только две мужских и две женских. в случае, если никто не отобрался через рейтинг или грандслэм. Если вот в этих первых шести лицензиях уже кто-то отобрался, то не имеет права страна выставить в этом весе уже никого. И также, допустим, одна мужская весовая у нас уже прошла лицензию, то, соответственно, вот это количество, две мужских и две женских, оно урезается на то количество, которое смогли взять по рейтингу. То есть, если один мужчина уже отобрался, то только одну мужскую можно выставить на континентальный отбор. Ну и, соответственно, если две мужских весовых отобрались через рейтинг, допустим, то, через олимпийский рейтинг, то по мужчинам уже не имеет права страна выставлять на континентальный отбор. То есть, не могут они уже выбирать еще мужские какие-то весовые. Лицензия достается вышедшим в финал континентального отборочного турнира. Первое-второе место автоматически квалифицируется на олимпийские игры. Исключение это отбор в океане, там лицензию получает только чемпион турнира. Далее, квоты для принимающей страны, для страны, принимающей олимпийские игры. Страна-хозяйка олимпийских игр вправе без отбора выставить четырех спортсменов, две мужчины, две женщины, по одному в весовой категории в случае, если никто не отобрался по рейтингу. Если по рейтингу отбирается, допустим, четыре мужчины и четыре женщины, то, пожалуйста, выступайте. Здесь как бы вот это превышение, оно допускается. Но если никто не отобрался, то только половину весовых можно занять. И последняя квота Международного Олимпийского комитета или Всемирной Федерации распределяет еще несколько лицензий на несколько весовых для развивающихся стран. И также команда беженцев в каких-то весовых представлена, может быть. Вот эти спортсмены тоже. Может получиться так, что, допустим, принимающая страна не выставила в эту весовую своего спортсмена квота вот этой вот команды беженцев, допустим, или какой-то wildcard для развивающейся страны отмог. Шестнадцатым человеком заходит, получается, спортсмен и ровно шестнадцать человек на сетку из четырех боев набирается. Если, допустим, от принимающей страны есть в этом весе и еще вдруг получилось так, что у команды беженцев тоже эта весовая представлена, то, соответственно, может получиться, вот возвращаясь назад, может получиться семнадцать человек в весе. На этом все. Думаю, все подробно объяснил, все нюансы постарался охватить. Если что-то непонятно, пишите комментарии, постараюсь ответить подробно на все вопросы. Делитесь с друзьями, с товарищами по команде, с тренерами знакомыми, в общем, чтобы все разбирались в системе отбора. Надеюсь, видео было полезным. Всем до встречи в наших новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok